Привет всем ребят! Сегодня мы рассмотрим аксессуары для Xiaomi Redmi 4X. Не Note 4X, а 4X, который маленький 5-дюймовый. Выпускается в двух модификациях 2.16 и 3.32 памяти. И бывает спереди либо черным, либо белым. Вот это золотой телефон, спереди он у нас белого цвета. Черный и темно-серый, спереди будет черненьким. С чего начнем? Начнем со стекла. Стекло привычное, самое обычное. Некоторые называют их оригинальными, фирменными, но это не так. Просто коробочка вот такая всегда идет Mi. Разработана для Xiaomi 4X, 0.26 мм, 2.5D. 2.5D означает, что само стекло на краях имеет скругление. То есть оно не квадратное, как говорится, не прямоугольное, не под прямым углом, чтобы вы не порежете пальцы. Больше это ничего не означает. Обычно идет с салфетками. В таких коробках, либо немного других, абсолютно разницы никакой нет. Вот такой вот вид имеет. Здесь полный вырез сверху под датчик света, под камеру, фронталку и под разговорный динамик. Очень короткая, но если вы обратите внимание на этот телефон и на транспортировочную пленку, которая идет с телефоном, вы видите, что она тоже очень короткая. Не доходит даже до видимой части экрана. Примерно то же самое и со стеклом. Так как экран здесь 2.5D, то скругление начинается примерно за 3-4 мм до видимой части экрана, которая черная, на белом телефоне начинается. Поэтому от прозрачного стекла особо ничего ожидать не стоит, что оно закроет максимально телефон. Экран оно максимально не закроет. Вот так вот выглядит поклеенное такое стекло. Отступы от видимой части экрана где-то миллиметра по 2-2.5. Я немножко промазал, немножко нормально так. Здесь намного больше отступ, здесь поменьше практически вровень. Но вы поклеите сюда, сдвинетесь, будет где-то по 1.5 мм с каждой стороны, именно до рамок, по черной части экрана. Вот так вот выглядит, когда наклеено на телефон, как только наклеили, выглядит не особо приятно. На этот телефон, как вы знаете, существует два вида стекол. Первый, это полностью прозрачно, как вот это вот. Когда наклеится, будет примерно вот так вот. По всему периметру будет вот такой вот воздушный зазор. Либо второй вариант стекла, это стекло с рамками. О них поговорим позже. Также примерно приклеилось это стекло. После этого меня спасли остатки волшебной жидкости ликвид. То ли глицерин, то ли масло, непонятно что это. Вот такая вот кисточка идет. С одного стекла у меня осталось, уже где-то 5 стекол. Оформил эту кисточкой, остатками, так сказать, взял. Некоторые просили у меня люди показать, как им работать. Просто берете, смазываете в этой жидкости и вот так вот подчищаете под экран сюда, наносите. Все, потом протерли, все, оно на ощупь как масло, силикон, что-то типа того. Протерли, потом все стало нормально. После обработки вот этой жидкостью ликвид, стекло в принципе приобрело такой удобоваримый вид. Видите, все более-менее нормально, скрылись воздушные прослойки, недостатки все. Все стало более-менее нормально. Вот здесь я специально сильно не замазывал, здесь еще можно увидеть эту самую воздушную прослойку. Ну, здесь она меньше, с этой стороны было больше, так как я съехал, уже стекло наклеил. Потом, как бы, обнаружил, что я далековато уехал, потому что я мерял больше по вот этим вот дырочкам. Видите, чтобы равномерно было. Зазоры здесь и здесь оказалось, что надо было не так, а смещать практически до упора датчик света. Сюда, к датчику ближе. Вот так вот выглядит это стекло. Ну, обычное, что называется, долларовое стекло, дешевое. Если вот так наклеить, довольно-таки красиво. Но, если будете носить без чехла, когда упадет, сами знаете, самые больные места, самые уязвимые остаются вот эти вот бока. Если упадет сюда, не в стекло, будет удар, естественно, расколется ваш экран. Толку от стекла никакого не будет. Он защитит стекло, вернее, защитит только здесь, где оно нанесено. По бокам, по краям стекла нет. Вариант неплохой, но, опять же, чтобы было красиво, нужно использовать только в паре с этой жидкостью Liquid. То есть, покупать ее отдельно, либо, может, останется у вас от чего-то, потому что в комплекте с этим стеклом вряд ли кто-то будет продавать. Она стоит примерно, как это стекло, так же. Вот так вот. В принципе, по этому стеклу все понятно. Давайте перейдем дальше. Вот Xiaomi Redmi Note 4X. Как вы помните, кто смотрел прошлые обзоры, здесь наклеено матовое стекло. Эта жидкость Liquid нанесена здесь уже дня 4-5. Все хорошо, не высыхает, ничего с ней не происходит. Все четенько. Матовое стекло – это одно, в принципе, из идеальных решений. Кому не нравятся отпечатки и так далее. Кому не нравятся стекла с рамками. Вот, ничего здесь не пересохло, не высохло. Эта жидкость спасла, сделала все красиво. Фотографию, как было при поклейке, я вам только что показывал. Это было именно на этом телефоне, это стекло. Вот так вот. Ну, тоже края не защищены, здесь надо будет чехлом защищать. Так, смотрим дальше. Дальше фирма iMac. iMac выпустила стекло уже полноразмерное для Redmi 4X. В золотом, в черном и в белом цвете выпускается. То есть вы сможете сделать телефон полностью золотым, наклеив сюда полноразмерное золотое стекло. Вот такой вот вариант есть. Это мы еще будем с вами клеить, посмотрим позже. А также вот дешевые полноразмерные стекла, золотое. Именно его мы наклеим на этот золотой телефон в следующем обзоре. И проверим, станет ли он полностью золотым. Хонми, ну это же по-китайски Redmi, красный рис 4X. То есть для него в трех цветах выпускается. В чем отличительная особенность, как говорится, таких полноразмерных цветных стекол? В том, что они клеятся только по рамке и все. Но зато защитят вас до рамки включительно. Клеятся не только рамка. Эти стекла клеятся всей своей поверхностью. И в этих стеклах обычно хуже леофобное покрытие, потому что технология их изготовления довольно-таки сложна. Также в них появляются вот так называемые бензиновые пятна. Они же кольца Ньютона, разводы и так далее. Кому интересно, посмотрите предыдущие мои видео. Много мы с вами клеили стекол. И на многих из них на таких бензиновые пятна неизбежно проявляются. Это тоже посмотрим. Ну и давайте быстренько глянем по чехлам. Что есть по чехлам? По чехлам есть варианты, если силикон. Вот такой вот стандартный четырехцветный силикон. Голубой, розовый, темно-серый и белый прозрачный. Они матовые, толстенький силикон. Со временем и не страшно, так сказать, пожелтение и так далее. Они просто затираются, берут на себя грязь и со временем уже их только выкинуть. Но учитывая, что они стоят очень мало, то вариант тоже довольно-таки неплохой. Матовый оттенок обычно имеют вот такой вот. Все вырезы совпадают, все полностью. По сравнению с тонким, они, конечно, потолще где-то в два раза. Но и меньше подвержены воздействию окружающей среды. Поэтому вот так вот. Вот так вот выглядит такой. Поближе. Матовый, никаких отпечатков, ничего не будет. Вот такой вот темно-серый, розовенький. И бирюзовый, голубой. Кнопки у них, видите, вырезы, именно дырки. Заглушек никаких нету, это понятно. В таких стеклах и не будет. Второй вариант это Flower Secret. Они же чехлы со стразами и бабочками. В двух вариантах исполняется розовая окантовка и золотистая. Такие больше нравятся, говорится, женщинам, девушкам. Только они их и носят, по сути. Ну, может, любители цветочков среди мужчин, я не знаю. Вот так вот выглядит. Красивенький, неплохой чехол. Приукрасить задешево, так скажем, бюджетное решение. Дарить, возможно, обычно вместе с телефоном и так далее. Вот так вот выглядит. По бортикам чуть-чуть прикрывает, до рамок доходит. Ну, стандартно. Выглядит неплохо. Красиво довольно-таки. Вот этот вот в розовом исполнении. По сути, какой на телефон будете одевать, никакого нету. На золотом и розовый прекрасно смотрится. Оно такой цвет, что... Вот, смотрите. Вот так вот смотрится. Следующий вариант, это то, о чем мы с вами говорили. Ультра-тонкий силиконовый чехол. Самый обычный. Который имеет выдавливание для кнопок, не вырезы. Потому что он очень тонкий. Хорошая и практичная штука. Минус его в том, что через 3-4-5 месяцев, у кого как-либо при ношении в карманах неизбежно попадает мусор и так далее, он, конечно, загрязняется. Но сила его в том, что он очень бюджетный и дешевый. Поэтому купил 2, через 2-3 месяца один выкинул. Начинаешь носить другой. Зато очень тонкий. Очень, ну, такой, полностью прозрачный. И большинству людей нравится. Тут уж смотрите сами. Все вырезы, все четко соответствует. Выдавливание под кнопки здесь есть. Вырезы, все совпадает. Вот так вот выглядит. Естественно, что он ни от чего вас не защитит. Серьезного, ни от удара, ни от чего. Упадет телефон, будет вмятина, если серьезно, упадет на крышках. Он защитит только от царапин, от мусора и так далее. Больше ни от чего. Ну, при цене его в Китае, там, доллар-полтора, то результат будет неплохой. И тот же имак Аймак выпустил силиконовый чехол. Они получше качеством, чем вот эти обычные. Как желтеет или нет, пока непонятно. Потолще он, покрасивее, поприятнее в руке. Фирменный логотип и мак. Ну, и видно, что сделан получше. Получше сделан, садится покрасивее, поплотнее он такой бортики. Вот примерно сможете увидеть. Немножко есть. Бесспорно, он намного лучше, чем тот. Но и стоит намного дороже. Также в комплекте с такими силиконовыми чехлами от Аймака всегда идут пленки на экран. Обычная пленочка на экран для нелюбителей, так скажем, стекол и всего остального. По размеру она будет, вот видите, побольше. Именно четко по видимую часть экрана. Больше, чем стекло. Закроет четко видимую часть экрана. Вот так вот. В принципе, пока все, ребят. Посмотрим на это стекло. В следующий раз посмотрим полноразмерки дешевая и мак. Телефончик уже не новый. Месяц назад где-то вышел. Может больше. Уже многие его получили. Черные, не черные. Экраны нужно защищать. Телефон нужно защищать чехлами. Становится популярным. Поэтому будем смотреть дальше. Скорее всего, ситуация со стеклами будет повторяться. Но так как мы с вами открыли вот эту вот жидкость ликвид, то в принципе все намного проще. Если взять хороший чехольчик с бортиками, защитил, залил ликвида, и все нормально, можно использовать такое стекло. Либо посмотрим, как будет сидеть на них полноразмерное стекло. Чтобы не заморачиваться с жидкостью, чтобы вы были уверены, что полностью экран весь защищен. Все, до встречи. Скоро увидимся.